Послушай, как здорово. Я еще раз хочу тебе сказать, я тебе очень признателен, я тебе очень благодарен, что ты на своем канале поставила интервью со мной. Я же так... Я вам благодарна. Потому что такое оно получилось красивое. Я посмотрел, какие комменты тебе там написали великолепно. Слушай, сколько умных людей оказывается. Да, и так это здорово. Твой канал такой прекрасный. Спасибо тебе, Свет. А я знаю, что... Ты сюда не смотри, я ее не дорисовал еще. Я тебе что хочу сказать? Что на самом деле наука человеческой справедливости, социального устройства, развития творческих качеств, на самом деле это неделимый процесс. Это большая ошибка у психологов или там социальных организаторов, или этих протестантов, которые хотят новый мир создать, гуманистический и так далее. Большая ошибка, что они это делают, не учитывая, что человеческие качества, они предполагают автоматические творческие качества. Они предполагают автоматическую способность управлять своим состоянием во время стресса. Потому что человек по природе имеет геном творца, а мешает ему стресс. А стресс это перенапряжение. Перенапряжение возникает, когда у него конфликт либо с самим собой, либо с кем-то. Или когда он не может думать, о чем он хочет думать, а ему вынуждено получается, что он думает, о чем надо думать. Ты представляешь, какая-то интересная тема. Поэтому все эти протестующие люди, поэтому все эти люди политики, поэтому эти люди экономисты, они просто пока не дошли до этого. Это невозможно решать отдельными такими вот направлениями. Поэтому эти протестанты сами между собой договориться не могут. Поэтому эти политики сами между собой договориться не могут. Поэтому все религии ругаются между собой. Потому что человеческое качество это единый такой алмаз, который одновременно творческий, который одновременно управляющий своим состоянием человек. И тогда только люди в социуме могут нормально общаться. Поэтому нужно, чтобы ты нам помогла, Света, своим каналом, даже в школе «Человек будущего», уже сегодня, чтобы со школы люди учились управлять своим состоянием, потому что это одновременно. Свобода – это есть способность управлять собой, потому что если человек не умеет управлять собой, им начинают управлять другие. И уж тем более он не сможет управлять государством. Конечно, конечно. А как это такое может быть, чтобы там какой-то начальник или врач, или психолог не умеет своим состоянием управлять? Это же гикость. И он еще кого-то учит. Давай мы с тобой придумаем проект. Давайте. Я только за. Да, вот со мной сейчас разговаривал человек, который сейчас будет заниматься, один из моих учеников, он хороший психолог, будет заниматься помощью наркоманам. И знаешь, на какой основе? Он не будет говорить, я наркоманам буду давать приемы саморегуляции по ключу, чтобы снимать у них напряжение и так далее. Мы с ним сразу договорились. Он просто им будет объяснять, что это приемы, которые помогут вам открыть себе способности и таланты. Потому что, когда вы будете заниматься любимым делом, открывая таланты и способности, этот наркотик внутренний, эндогенный, эндофин, он сам у вас есть, и вы будете более свободны от внешнего. Поэтому, когда мы раньше людям говорили, ключ это для того, чтобы вы научились управлять собой, они не понимали и не понимают. У них сложные проблемы, они логически не понимают, как это руками помахало, сняло напряжение, а у него такие проблемы там. Например, дочка из института не вернулась. Причем тут руками помахать? Они не понимают логически. Теперь с этого момента будем всем объяснять, что ключ нужен для того, чтобы раскрыть себе скрытые способности и таланты. А эти приемы помогают их раскрывать. Одновременно с этим повышается человечность у человека, он становится эгоистом, альтруистом, потому что, когда он в стрессе, он в защитных реакциях, он ни о чем другом думать не может, у него инстинкт самосохранения. Что ты думаешь по этому поводу? Я думаю, что это прекрасно, но я уже даже знаю, что вам скажут на ваши фразы. На таланте не заработаешь. То есть одно дело я раскрыл себе таланты, а другое дело, как я их применю, как я на хлеб, на булку с маслом заработаю. Это важный вопрос ты задала. Очень важный. Отвечаю сразу. При прочих разных условиях, когда человек легче найдет себе свое применение, с заработком. Когда у него голова плохо работает или когда хорошо работает? Ну, конечно, когда хорошо. Главное, что она вообще работала, потому что у многих она в принципе уже не работает. Вообще не работает. Поэтому, занимаясь этим обучением, у него открываются способности и таланты, вместе с этим повышается стрессоустойчивость, вместе с этим он становится более свободным, вместе с этим он находит себе гармонию, а со всем этим он автоматически, конечно, легче найдет себе применение, чтобы доход получать. Он просто на мир по-другому посмотрит, я бы так сказала. Для начала он просто на мир по-другому посмотрит и увидит возможности. Ну, об этом же вся философия и мудрости, и китайская, и древнеиндийская, и наша, и космизм, все на этом стоит. Человек должен быть человеком. Отсюда идут ростки все, во все профессии, во все устройства на работу, во все качественные и эффективные деятельности. Чем бы человек ни занимался, заключал какие-то сделки или договоры, если он человек, у него все будет лучше, эффективно. Так вот тут вопрос в том, что чтобы вложить тем же наркоманам, молодежи, да, там, я не знаю, понятие, что такое быть человеком. Вот, поэтому мы создаем науку человечества, где мы все соединяемся, там у нас на Zoom, и теперь и у тебя, если ты позволишь, на канале будем обсуждать это. Человеческие качества. Сопереживательность. Способность любить. Способность созидать. Чувство бесценности живого. Счастье быть собой. А высшее счастье быть собой каждому, но и вместе делать что-то. Да, вот это вот, пусть написывают, какие еще параметры, и вот когда мы все вместе начинаем вспоминать, что же такое человечность, оказывается, люди запутались. С одной стороны, они все интуитивно понимают, что такое человечность. Никто не знает, что такое человек до конца, но то, что надо быть человеком, знает каждый. Даже есть такая фраза, Баранкин, будь человек. Ну, потому что все чувствуют, что такое человек. И сейчас постепенно к этому начинают подбираться. И философы, и социологи, они понимают, что такое человеческий фактор. И поэтому, если мы все создаем вот эту науку человеческую, определяя эти понятия, например, определить, когда Христос говорил, люби ближнего своего, это не имелось в виду, что эмоционально любить. Поэтому две тысячи лет прошло, люди не любят друг друга. Потому что они так понимали, что слово любовь, она содержит эмоциональный компонент. Там же не это имеется в виду, в прямом смысле, любить ближнего своего. Как я могу этого соседа любить, если он каждый день пьяный приходит, и бьет ботинками об стенку. Не могу я его полюбить, это насилие мое над собой. Речь идет о том, что относись к нему так, как хочешь, чтобы относились к тебе. Ну, с пониманием относись, будь разумный, ты же хомо сапиенс. Поэтому вот эти все термины, любовь к ближнему и тому подобное, это еще Силе, когда он, автор теории стресса, он сказал, веди себя так, чтобы ближний тебя полюбил. Чтобы хотел с тобой общаться. Ну, конечно, конечно. Тут очень тонкие моменты. Так вот, этот разговор наш с тобой очень важен в русле развития этой науки о человечности. И когда весь мир начнет заниматься созданием этой науки человечности, вот так обсуждая этот вопрос, что же такое человек, чем он отличается от животных, от искусственного интеллекта, какой бы он бы там ни был, через тысячу лет искусственного интеллекта, чем человек отличается. Это же, знаете, самопознание происходит. И, значит, происходит задружество. Уже, когда мы объясняем и изучаем, что это такое человек, во главу главы, если это поставить, человеческие качества, то мы поймем, что все другие предметы, от физкультуры до химии и математики, туда прикладываются. Ось появилась. Мы же о человеке говорим. Я даже думаю, что сейчас это сделать будет гораздо проще, потому что мы настолько уже дошли до, в своем отрицательном отборе, ну, мне кажется, до черты уже, что просто сегодня очень легко делать просто обратное, что от тебя ждут. То есть вот, кто сегодня успешен, и нам нужны ровно люди с противоположными качествами, наверное, нет? Конечно, у нас, тут я недавно смотрел казахстанский миллионер, который там у президента, по-моему, то ли помощник, то ли зам, который сказал, с человеческими качествами человеку даже быть выгодно, потому что это такая защита на самом деле. Потому что когда ты, ну, допустим, не врешь, тебе легче жить-то, потому что ты защищен. Не надо помнить, вы сколько кому, когда-то кому чего наврал. И на титер-то в голове. Я не говорю там, у жена какие у них тайны, я сейчас не об этом. Я говорю о гражданских вещах, о вопросах правовых отношений, и так далее. Все начинается с вранья. Как только сверху начинает врать, все общество постепенно, как грибы, растут в человеке негативные качества. Потому что вранье разрушает все. Ну, это большой отдельный разговор. Знаешь, что я тебе предлагаю? Я хочу сказать, что сегодня я заметил одну ошибку, которую делают практически все. Они перепутывают духовность человека с человечностью. Разъединили их. Они думают, духовное развитие это какое-то другое развитие. На самом деле, духовное развитие это человечность. Вот оно в чем дело. Как только они это поймут, большинство людей, развитие человечности, сопереживательности, способности любви, уважения друг к другу, созидательности, чувство бесценности живого, способность оказать помощь. Что это и есть духовность? А недуховность думает это что-то другое, понимаешь? Вот в чем проблема. Ой, как хорошо я сейчас точно сформулировал. Корень зла, радикс малорум я сейчас сформулирую. Разъединялась духовность с человечностью. Вот как ты меня стимулируешь сейчас, чтобы у меня хорошие мысли появлялись. Женщина должна, должна помогать человеку думать. Хорошо, спасибо большое, Хасай. Тебе большое спасибо. Давай, целую. Спасибо большое. Давай подумаем над этим проектом, хорошо? Обязательно подумаем, конечно. Там мы с командами... Я думаю, предложим даже присоединяться к тем, кто с нами согласен. Да. Привет. Привет. Случай в наше будущее. До встречи. Спасибо тебе большое. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова